В любом случае, он знал, кто они такие. Он уже много раз видел их в гвардии. Провозты, ну или как их там называют, в ополчении Хеллингона. «Не могу подчиниться, это противоречит уставу», — спокойно ответил он. Бойцы имперской гвардии все время своей службы несли ответственность за свой лазган. И хотя если его просто положить на землю, то технически это не будет нарушением приказов. Однако, следующим логичным шагом стало бы, что кто-то его заберет. Да, любой обычный гвардеец воспримет угрозу остаться без оружия практически невыносимой. Но что касается личного помощника комиссара, это станет смертельной раной для его достоинства. С другой стороны, пять попаданий почти в упор, тоже смертельны. «Но я отстегну энергоячейку и уберу ее». «Сойдет», — согласился командир отряда после секундного молчания. Она подняла визор своего шлема, чтобы рассмотреть Юргена, затем снова посмотрела на столб дыма, все еще вздымающийся между складов. «Ну, а теперь нам с тобой надо поговорить. И ты не представляешь, из какого подразделения они были?» Не в первый раз спросила сержант Провостов. Оказалось, ее зовут Лиана. Юрген снова покачал головой. «Никогда не видел такие нашивки», — повторил он и пожал плечами. «Возможно, даже не узнаю их, если увижу». «Возможно, нет», — согласилась Лиана. «Но у них должны были быть какие-нибудь отличия». Она жестом указала на кипучую деятельность вокруг. К этому времени в борьбу с огнем включилась уже сотня ополченцев. Они убрали последствия взрыва, но по большей части просто смотрели на бесплатное представление. И у каждого из них на униформе виднелась какая-нибудь эмблема. «Нет ни одной похожей», — настаивал Юрген, несколько раздраженный тем, что в его словах сомневались. Комиссар бы сразу поверил ему. Он злобно зыркал на обугленные трупы, которые уносила группа солдат, явно чем-то сильно насолившая своему командиру, чтобы получить вот такое вот задание. Дабы подчеркнуть свои чувства, он с негодованием плюнул. «Ничего не могу больше добавить. А может, какие-то силы специального назначения?» Рассуждала Лиана, желая исключить мысль, что он точно не ошибся. «Ну, те явно вооружены чем-то получше, нежели уличный стабер», — сказал Юрген. «Да и стреляют лучше». «Хорошая мысль», — заключила Провост к тихому и удовлетворенному удивлению Юргена. Она повернулась к сержанту Мерсеру, который обеспокоенно ошивался рядом с инфопланшетом в руках. «Отследили вас ган, которым был вооружен один из них?» Мерсер кивнул и выглядел при этом несчастным. «Мы умудрились найти серийный номер. Сначала мы думали, что металл оплавился, но тело... Он сглопнул, и бледность его лица приобрела другой оттенок. Что осталось от него, упало сверху. Ну и защитило его...» «Ну так кому он принадлежал?» — спросила Лиана. «В том-то и дело никому». Мерсер так сжимал свой инфопланшет, словно хотел сломать пальцами. «Он все еще числится на складском учете». «Так, значит, его украли», — ответила Лиана, и Мерсер грустно кивнул. «Похоже на то...» «Тогда нужно узнать, кто его спер», — настаивала Лиана. «Если мы найдем, что именно пропало, то сможем вычислить, кто виноват. Я начну инвентаризацию», — сказал Мерсер. «Можем начать с вас», — предложила Лиана, оценивающая, глядя на крупного сержанта. Мерсер возмущенно вспыхнул. «Мои записи в порядке, все, что в картотеке, на полках», — отрезал он. Он взглянул на Юргена, ища подтверждение. «Он вам расскажет!» Юрген кивнул. «Все совпадало», — согласился он. Он тыкнул пальцем в сторону последнего трупа. Его тащили на брезенте потеющие и матерящиеся бойцы. Тело оставляло за собой слабый след из пепла и лоскутов обугленного мяса. «А на вашем месте я бы провел перекличку. Возможно, пропавшие бойцы — это они». «Хорошая мысль», — заключила Лиана. «Мы сможем отследить их контакты. Не впервой квартирмейстер сплавляет материальные запасы на черный рынок». «Ну, тогда я оставлю вас». Юрген закинул за плечо лосган и отвернулся. «Мне тут больше делать нечего». «Может быть, вам остаться?» — спешно спросил Мерсер. Удивленный Юрген развернулся. «Зачем?» «Да, зачем?» Лиана вопросительно смотрела на тучного сержанта. «Если вы только не подозреваете стрелка Юргена в чем-то». «Конечно нет», — спешно отвертил Мерсер. «Он, он, должно быть, помогал комиссару в его расследованиях. Может, он заметит что-то, что мы проглядели?» «Может быть», — через секунду размышлений отозвалась Лиана и развернулась к Юргену. «Вы поможете?» «Не знаю. Стоит попробовать. Полагаю, если это только будет недолго», — Юрген пожал плечами. По правде говоря, его участие в расследованиях обычно ограничивалось бумажной работой и отстрелом редких предателей, которых разоблачали. Но предложение взывало к его чувству долга, и он считал себя морально обязанным согласиться. «Этого бы пожелал и комиссар Каин, в этом он не сомневался». «Тогда хорошо», — ответила Лиана, глядя то на одного мужчину, то на другого, и размышляя, не пойдет ли ее карьера от такого решения под откос. «Полагаю, начнем. Что значит, никто не пропал?» — спросила Лиана, вручая инфопланшет обратно про воздух, который принес его в ее офис. Маленькая кабинка на западе от бараков ополчения, которая оказалась тесной даже для одного человека. А в данный момент там находилось трое. Юрген сидел в углу рядом с окном, которое Лиана распахнула настолько широко, насколько могла. Впрочем, сам Юрген не возражал, поскольку оттуда открывался отличный вид настроения ополчения. И город дальше, откуда изредка доносились выстрелы ручного оружия. Повстанцы предприняли организованную попытку закрепиться в южном квадранте, а имперская гвардия с таким же решительным намерением желала выбить их оттуда и показать ополчению, как переломить почти годичное безвыходное противостояние в течение дней. «Я имею в виду, всех пересчитали, мэм!» — отозвался провоз, то и отошел. На взгляд Юргена слишком уж стремительно. «Кто-то играет с нами в игры и получит очень серьезно, что прикрывает их», — произнес Юрген. Достаточно распространенная уловка в гвардии, когда бойцы просрочивают свои пропуска или же в таком похмелье, что не могут прибыть на службу. «В конце концов, атакующие вообще могли быть не солдатами», — задумчиво ответила Лиана. «Но на них была униформа», — возразил Юрген. «Ну, однажды я пришла на вечеринку в костюме орка. Это же не делает меня зеленокожим», — остроумно ответил Лиан. Юрген кивнул. Он видел, что так делал комиссар, когда раздумывал над неочевидным объяснением и решил поразмыслить, куда наклонит. «Вы имеете в виду, что кто-то притворялся бойцом ополчения?» Наконец-то произнес он, разумно предположив, что до него наконец-то дошло. «Это верно», — сказала Лиана, глядя на него чуточку странно. «Использовали ворованную форму, чтобы пробраться на базу. Это показалось Юргену разумным. Если они могли спереть оружие, то могли с такой же легкостью украсть униформу. Я бы на их месте заложил бы подрывные заряды в оружейную, как только закончил там», — добавил он. «Это первое, что мы проверили, поверьте мне. Там ничего нет», — уверила его Лиана. Помятуя о том, что гость в ее офисе, Юрген сплюнул в окно. Не позволил струйке слюны капнуть на пол. Тут даже повстанцы не очень-то умные. Даже если Лиана осознала, что это была не очень-то замаскированная критика местных сил правопорядка, то у нее хватило так-то не обращать на это внимание. Вместо этого она задумалась. «Если бы повстанцы проникли на базу и сперли оружие, они определенно устроили бы саботаж, чтобы мы не могли воспользоваться оставшимся». Юрген нахмурился. «Тогда кто остается?» «Полагают только бандиты. Тут их полно делят между собой территорию, пока война слишком донимает нас, чтобы мы обратили внимание на них и приструнили». Она подняла взгляд, когда в офис вошел Мерсер. «Есть новости?» «Вот что я вам скажу. В записях полный бардак, избыточные запасы пропажи, про половину материальных запасов вообще написали чушь», ответил Мерсер. «Значит, ничего в жизни этой не меняется. Ваши записи единственные, которые велись совершенно правильно». Юрген снова пожал плечами. Мерсер вспыхнул. «Мне нравится уделять внимание деталям». «Я заметил», ответил Юрген. Он взглянул на хронограф и встал. «Мне нужно возвращаться. Если я чем-то могу помочь, свяжитесь с офисом комиссара». «Конечно». Лиана тоже встала, протянула было руку, затем спешно ее убрала. «Мы будем держать вас в курсе». «Конечно будем», добавил Мерсер, отходя в сторону, чтобы освободить проход. «Где ваш транспорт?» «Я пешком пришел, пешочком», соврал Юрген и покинул кабинет. На самом деле, он реквизировал мотоцикл, который кто-то беспечно оставил без присмотра в полковом гараже. К тому же, на нем было легче пробираться по лабиринту улочек, окружающих зону развертки сил имперской гвардии. Он всегда предпочитал Саламандру, но ему пришлось от нее отказаться. Повсюду были такие горы, щебня, битого асфальта. Любая дистанция увеличилась бы вдвое. После того, как он оседовал механического скакуна, тот тут же завел его за поврежденную в бою химеру, которую уже энергично восстанавливала группа технопровидцев. Юрген чуть выждал. Как он и предполагал, из здания почти сразу же выскочила приметная фигура сержанта Мерсера и припустила куда-то бегом. Если это можно было назвать бегом, учитывая его габариты, тучный офицер запрыгнул в кабину припаркованного грузовика, рядом с которым бездельничал солдат. Его нашивки были не видны. Боец запустил двигатель, пока товарищ вскарабкивался на сиденье рядом. Как только они оба оказались в кабине, Мерсер включил передачу. Грузовик огласил весь дворик таким релом, словно за ним гнались все демоны варпа. Это было слишком легко. После небольшой беседы по воксбусине Юрген пришпорил мотоцикл и пустился в погоню. Он держался сзади, выключив фары, несмотря на стремительно опускающуюся ночь, и отслеживал препятствия на дороге по прерывистым вспышкам стоп-сигналов грузовика. Риск быть замеченным был минимальный, он это знал. Внимание Мерсера было полностью приковано к дороге в поисках одинокого путника. Вскоре грузовик остановился на перекрестке. Мерсер высматривал сходящие с дороги. Однако на улице ничего не двигалось, кроме химеры, патрулирующей пустынные дворики. С наступлением ночи начинался комендантский час, и кроме военных никто не имел права выходить на улицу. По крайней мере никто из законопослушных граждан, но о них не стоило беспокоиться, никто не осмелится дважды взглянуть на военный грузовик. Где он? Закричал его компаньон, потирая лаз-пистолет, пропажу которого все еще не заметили вооружейный. «Ты же говори, он пешком!» «Он не мог уйти так далеко!» ответил мэрсер, все еще вертя головой из стороны в сторону. Если он выберет неправильное направление, гвардеец в целости и сохранности вернется в распоряжение имперской гвардии и доложит комиссару до того, как они запутают следы и исправят допущенные ошибки. Но до того, как он смог определиться, какую дорогу выбрать, из тьмы за ним с ревом вылетел мотоцикл и остановился рядом с кабиной. Двигатель продолжал рчать. Мэрсер опустил глаза и уперся взглядом в дуло лаз-гана. С другой стороны оружия виднилось до боли знакомое лицо. Я думал вы удираете спокойно заметил Юрген. Но хотел удостовериться комиссар всегда хочет быть уверенным прежде чем предъявить обвинение. Обвинение в чем? Нисто в стол Мэрсер оттягивая время. Ну для начала в попытке убить меня ответил Юрген словно полностью попался на ловку. Это же ты посылал тех врагоголовых за мной, да? Вместо ответа Мэрсер выжал педаль газа. Юрген долю секунды обдумывал продолжить погоню, затем вместо этого нажал на спусковой крючок лаз-гана. В любом случае тяжелый грузовик никак не мог уйти от мотоцикла, так что все равно игру можно было заканчивать сейчас. Буря лазерных разрядов искромсала шины грузовика и с отстраненным интересом Юрген наблюдал, как машина сбилась с курса и врезалась в наполовину рухнувшую витрину магазина. Когда среди маленькой лавины рухнувших кирпичей все затихло, пинком открылась пассажирская дверь, откуда дико поля во все стороны выкатился псевдо-солдат. В меткости он не превосходил своих мертвых товарищей и Юрген с легкостью уложил его, даже не потрудившись слезть с мотоцикла. Когда он перекинул ноги через седло и пошел к подбитому грузовику, в паре метров от него с грохотом остановилась химера. «А вы не очень-то торопились», произнес Юрген, когда люк с лязгом откинулся. «Что я могу сказать? Пробки!» ответила Лиана. Юргену это показалось странным. Насколько он видел, улицы все еще оставались пустынными. Она распахнула заднюю дверь грузовика и на треснутую мостовую каскадом посыпались батончики рациона. «Похоже, вы были правы!» «Конечно, был! Инвентаризационные списки никогда не совпадают с тем, что на самом деле находятся на складе. Единственная причина, по которой они могли совпадать у Мерсера, это если он хотел что-то спрятать». Лиана кивнула. «Как бы то ни было, еда сейчас на улицах, на вес золота, даже дороже! Он и его дружки-бандиты должны были сколотить состояние». Она остановилась, чтобы гневно взглянуть на сержанта, которого не очень-то осторожно вытаскивали из покореженной кабины парочка провозцев. «Должно быть, он понял, что вы заметили что-то подозрительное и послал сообщников заставить вас молчать». «Я тоже так думаю». «Согласился Юрген, хотя до сих пор не понимаю, зачем ему понадобилось, чтобы я здесь задержался?» «Чтобы мы попытались еще раз, идиот!» орал Мерсер. Его полуволокли, полу тащили к Химере. «Если бы ты рассказал комиссару, нас бы пришили!» «Рассказал комиссару?» в самом искреннем недоумении повторил Юрген. «И зачем мне беспокоить его такой мелочью, как воровство? Все это ощутят!» В ответ Мерсер задвинул долгую, громкую и очень нелицеприятную тираду о генеалогическом древе Юргена. Юрген спокойно слушал пару секунд, затем прервал речь четко нацеленным ударом в лицо. «Тут же дамы!» заявил он, хотя не сомневался, что на своей работе Лиана уже слышала достаточно ругательств, но кроме того, он обижался на людей, которые пытались его убить. «Нам нужны будут показания!» через несколько секунд произнесла Лиана. Казалось, по какой-то причине она была лишена дара речи. Юрген пожал плечами, его внимание было приковано к поврежденному грузовику. «Вы знаете, где меня искать!» ответил он. В конце концов, в его полезных подсумках все еще можно было найти немножечко места, да и на заимствованном мотоцикле висели просторные переметные сумки. Откуда знать, когда тебе вдруг могут понадобиться несколько дополнительных батончиков рациона? Спасибо.